Новый прекрасный день в Красноярске. Очень шумно. Находимся в самом центре. Гудят машины. Стоит отметить, что сегодня хорошая погода. Наконец-то весна начала нас догонять, а то она не поспевала за нами. И сегодня мы едем в замечательное живописное место Димногорск. Наш экскурсовод Антон попытается показать нам самые красивые места в Красноярске. Так что грузимся. Пока ставят памятники строителям. Осталось добавить только мне. Первому слепому режиссеру, продюсеру, ведущему. Достойная личность, а главное скромная. Если бы кто-то в какой-то момент его не распиарил, такой бы истории не было бы. Я вот тут недавно ужинал и понял, сколько я денег мог заработать просто. Давно он это не делал, но вроде как умеет. Приехали на первую обзорную локацию. Это Покровская гора. Идем к часовне Пороскева Пятница. Казаки осваивали сибирские земли. Видимо, это был казачий крепкий район, церковь, с которой все началось и начался Красноярск. Впереди часовня. Она шатровая, отдельно стоящая. Пушечка, крыша вот эта вот шатра зеленая, яркая. И наверху маленький золоченый куполок. Низ белый. Территория такая возвышенная. Из-за этого тут гуляют ветра. Очень-очень ветвенно. Продувает со всех сторон. Ух ты, ух ты. Ух ты, ух ты. Друзья, узнали про легенду, почему Пороскева Пятница, часовня называется. Раньше она была деревянная, теперь она каменная. Нам немножко рассказали, что тут был раньше казачий острог. Потом была обостроена часовня. И действительно открывается достаточно эпичный вид на Красноярск, Енисей. Если бы не было бы дымки, было бы намного лучше видно. Но и так, мне кажется, очень даже неплохо. Ты откуда про дымку знаешь? Я тебе не говорила про дымку. Я подглядывал. Ниже площадка находится. Раньше здесь стояла на улице, пушка Т-30. Прямо напрашивается, да. Каждый день в 12 часов полутиплостым снарядом. А куда она делась? В 2019 году ее отдали на реставрацию. И по новому регламенту запрещено хранить боеприпасы раньше, где они здесь хранились. Дорогие друзья, что тут вдвойне приятно. Рядом с храмом, с часовней ты проходишь. Там есть QR-код, аудиогид по Красноярску. И там сразу же огромное множество вариаций экскурсий. Ты там по геометкам ходишь, и тебе все озвучивается. Начиная от красноярских столбов, заканчивая просто экскурсией по городу. Очень хорошие кейсы. И вообще, на самом деле, я считаю, что по стране нужно делать таких аудиогидов. И это очень хорошо развивает внутренний туризм. И добавляет возможности, в том числе для людей с инвалидностью, как-то визуализировать то, что происходит вокруг. Наша следующая локация – Николаевская сопка. Здесь открывается, как говорит Антон, самый красивый вид. Рядом здесь расположен, по-моему, самый высокий в России флаг, что плаганом нет сегодня. Смотровая площадка на Николаевской сопке. Или Гремячая сопка. Самая высокая точка в черте Красноярска. Чуть более 500 метров. Название сопка получила от Николаевской слободы. Это самый близкий вулканический объект, находящийся в городской черте. По словам геологов, сопка была не совсем вулканом. Тут нет кратера. Лава выходила на поверхность из трещин, разрывавших горную гряду. Находясь в этом месте, сложно поверить в то, что это и есть застывшая много веков назад лава. Интересно, что десятки вулканов трещинного... 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 Типа, тянулись до Демногорска. Да. И, кстати, солнышко тут печет даже сильнее. Хоть и снег кругом, но есть солнышко. Что делает прогулочку вдвойне приятной. Подъемный кран машины с подъемным механизмом. Вот он его расправляет. Машина его поднимает. Обычный воздушный змей. Небольшой, вполне ручной, такой обычный, как на рынках продают. Это он ролик снять хочет какой-то такой. У него еще березовая палка там торчит. Метра на три. Вот, все, он его отпускает. Змей взлетает, а зачем? Подождите, в этом должен быть какой-то глубокий смысл. Причем он себя перед этим обцепил в страховочных ремнях. Так он взлететь может и хочет? На этом змеи вряд ли. Откуда ты знаешь? Тут навесной мостик над сковой, ну как над уклоном. Ну, видимо, да, над ущельем небольшим, да? Ну, здесь просто склон вон там вот учился. Ну и получается на столбах метра два-три над землей. И вот такой вот потрясающий вид открывается на Николаевской сопке. Действительно, обзорная точка, такая хорошая. По-прежнему ветрено, но солнечно. Это не может не радовать. Напротив горы, в лесах. Вот здесь Енисей хорошо виден. Такая красота, друзья. Очередной раз убеждаешься, что Россия, матушка, просто бескрайняя. С удивительными городами, людьми, землями, лесами, степями, полями, горами, реками, озерами. И это все наша бескрайняя, неповторимая страна. По которой можно путешествовать просто бесконечно. И каждый раз ты будешь находить что-то новое и удивительное для себя. Что еще примечательного в Николаевской сопке? Здесь настоящий биатлонный комплекс, где проходит биатлон. А также здесь есть горнолыжный склон, где проходят соревнования на лыжах горных, на сноуборде. В общем, на всем, в чем только можно скатываться с горы. Соответственно, я думаю, тут есть подъемнички. Должны быть, вряд ли тут пешком ходят. Вот такой горнолыжный курорт, прям в черте Красноярска. А я когда чувствую запах гор, когда я нахожусь в горах, у меня сразу такое приподнятое настроение. Тут вроде задувает сильнейший ветер, но меня он вообще не смущает. То есть я кайфую, прям вообще ощущения невероятные. Друзья, перед нами заповедная зона, собственно, тайга и красноярские столбы. Напомню, что столбов всего 99. Вот такая необычная цифра. Есть много мнений касательно появления и природной истории, что они появились ввиду дождей, ветров. Есть галактическая, что это все сделали инопланетяне, высшая раса. Но каждый верит в то, что ему больше нравится. Мы обязательно туда доберемся, к этим столбам. Друзья, мы разгадали этот пазл. Вот этот флагшток, там порвалась веревка. И вот эти кудесники, просто мастера, они должны быть джедаями. Видимо, собрали консилиум, забрали у местного ребенка змея. И теперь змеи пытаются эту веревочку поймать. Вы представляете, как это сложно? Что, пытаются прям змеям... Зацепили. Да ладно. Да. Да, они просто йода-мастера, там джедаи. Ой, какие они настойчивые. Что они делают? Они сменили немножко локацию, снова машины, и снова поднимаются ввысь. Снова со змеем? Да. Давайте продолжим съемку. Мне кажется, в Красноярске живут очень характерные, настойчивые люди. Очень настойчивые. У них есть задача, они ее выполнят, я уверена. Собакин, ты что хочешь? Спаси меня, я тут с утра торчу. Да-да-да. Все, поймали. Ура! Браво! Они все-таки это сделали. И надо было просто дождаться, пока стихнет Витя. Да, это смешно. Но упорные ребята, молодцы. Белая мачта на синем небе и российский триколор. Теперь Николаевская сопка привлекает красноярцев и гостей города не только своими видами. Слева экспозиция православия в Сибири. Вход свободный. Там деревянный домик двухэтажный. И есть отдельный подъем для людей на колясках, прямо отдельный лифт. Интересный берег, как отмель с мелким щебнем. Уровень Енисея сильно упал, потому что осадков последние два года очень мало. Здесь очень красивый такой сейчас ландшафтный дизайн. Склон очень симпатично сделан. Маленькими кустиками, тропиночками, скамеечками, булыжничками. То есть тут Енисей уже чистый. И тут можно рыбачить. Да, конечно. Друзья, обратите внимание, что тут песка вообще нету, поскольку Енисей, он берет начало, видимо, из горной гряды. И тут достаточно каменистое дно. То есть вся порода, которая сносится водой, реками горными, все накапливается над ней. И действительно, река очень каменистая. Да, водичка такая холодненькая, бодренькая. Она сейчас такая же, как мы погружались в Байкал. Да, такая же прям. Прям вот такая же, да. Вот в такую воду мы погружались на Байкале в ноябре. Вот прям один в один. Вокруг тебя кучка чудок. Невероятное количество рек в России. Великой, могучей такой природной силы. И хочется это каждый раз впитать и полностью этим насытиться, вдохновиться. Очень круто, что в рамках нашего тура у нас есть возможность посещать такие удивительные места. Циатый Успенский монастырь. Мужской монастырь. Это прям строение, вообще прям свеженькое. Культурно-исторический центр Успенский, называется. 2014-2015 года, понятно. То есть он стилизован немножко, белым пубелен. Внизу история. Желая с помощью иночества укрепить позиции церкви, в декабре 1873 года красноярский архиерей епископ Антоний Николаевский обращается к городскому голове Петру Ивановичу Кузнецову с предложением о покупке части городской территории для устройства иноческой обители. Вышло солнышко. Такое себе, слепому клещей лазить на себе. Правда, вышло солнышко, прям потеплело сразу же. Пахнет благовониями, ладаном. Мы сейчас заходим в храм. Он очень красивый. Внизу такой гранитно-блестящий пол, плитка. А он, например, какой-то руссконародный. Руссконародный? Он в красных тонах? Красно-желтый? Синий, красный, желтый. Весь расписной, как в сказках рисуют узоры. Или такие, знаешь, сказки Пушкина, где рисуют. А это храм Богородицы? Все царицы, да? Росписи все, вот, синий фон, зеленый, красный, желтый. Ну, не очень интенсивные, но сочные цвета. Друзья, нашли в храме объемную икону. Можно сказать, даже тактильную Богородицу, младенец. Все прощупывается, кстати. Очень хорошо сделано. Для незрячих такие иконы, конечно, намного более понятны. Храм небольшой совсем. Беленький, с коричневой отделкой, с коричневой крышей. Видимо, с него все начиналось здесь. Видимо, вот эти временные такие. Да, 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 с него начиналось, собирали пожертвования. Слева побольше, повыше, по крайней мере. Такой несколько уровневый, тоже деревянный брусовый, темно-коричневый, с беленьким. Крыша зеленая, у него фоку полочки с золотой. Купель. Ага. По центру креста. Ага. Тут наливали святую воду, что ли? Он говорит, что она сенсорная была, на входе. Вот здесь вот оно, отверстие, и вот оно второе. Ага. И тепловода, когда поднесешь. Ничего себе. И тут набирают люди святую воду, да? Здорово. На храме колокольни нету, она на территории отдельно стоящая, как минимум по двум сторонам. Есть часы сверху, под крышей. Да, такая очень приятная, ухоженная территория, и я думаю, что летом тут вообще очень красиво. Елочки очень красивые. Думаю, что все свитье вот здесь. Здесь келейные корпуса, и они из красного кирпича, но их будут белить. Частично побеленные, частично нет. А, то есть до сих пор идут какие-то рабочие процессы. И здесь вот еще храм успения Божьей Матери. Надо же. Внутри встроенный получается. Ага. Смотровая гора Виктора Петровича Остафьева. Ну, с доступностью тут такое себе. Пандус есть, пандус фрайда. Были просто колясочником, станете после него шейником. Если не успеете затормозить. Слева дорога ушла вниз, справа уже генисей практически. И причем так очень резко, очень круто, как будто обрыв. Царь рыба, осетр. Булыжники, сети металлические местами, и на булыжнике лежит рыба. Спрос рождает предложение. И если грамотно запаковать, можно и кильку сделать топовым блюдом, и царь рыбой. Поэтому, бедная осетр. Вот если бы кто-то в какой-то момент его не распиарил в ресторанах, такой бы истории не было бы. Это хвостик. Это какой хвостик? Задний. Ух ты, фига себе. Это передний плавник? Ну, не знаю. Сможешь протянуть руку, может быть, до глаз. Нет, не дотянешься. С этой стороны. Мы сейчас обойдем. Не надо. Мы сейчас обойдем. Все, вниз. Вниз, вниз, вниз. Это не надо так делать. Это сетка. Ага. С замочками, естественно. Это усики его. Это усики. А вы знаете, что у осетра, когда его ловишь, у него куча пиявок на животе. Они к нему присасываются и сосуды его. Ты прям рекламу дал со всех сторон уже. Поэтому не ешьте осетров в ресторане. Поставляйте мне. Так что подошел мужичок и открыл тайный секрет. Говорит, потрите усы осетру и сбудется желание. Сначала загадываем и трем усы. А все надо усы терять. А смотрю, наверное, сколько желаний может быть. Ну, давай все, как от коров. Давай, что-то. Ребят, так что будете в Красноярске, приезжайте к царь рыбе и трите ему усы. Вот. Посмотрим. Если я в следующий раз вернусь, они будут блестючие. Значит, тема зашла. Перед нами раскинулся Енисей. Широкий. Здесь очень прям вот поселок Овсянка, где Астафьев родился. Тут какой-то москвич посягает на Овсянку. Они хотят ее закатать и построить элитное ЖК. Овсянка, сэр. Поэтому слышь, что это. Поэтому слышь, что это. Овсянку не трожишь. Внизу прям поджерстная корова одноколейная. Очень красиво смотрится, прям получается, под скалой. По-прежнему очень ветрено, но слава богу, что сегодня солнечно. Солнышко напекает. Даже воздух немножко прогревает. И такой вот потрясающий вид, который также демонстрирует бескрайние просторы нашей удивительной, неповторимой страны. Это копчик. Копчик – это часть тела. Это у тебя часть тела, а у птички? А у птички тоже. Вообще, это семейство орловых. Копчики, они достигают большого размера. У меня в любавской деревне они тоже летают. Размак крыла может быть, по-моему, до метра даже. Прямо реально огромный. Зона отдыха, площадка, она вся разлинована, видимо, там для катания на всем подряд. Сделаны всякие такие горки, чтобы можно было преодолевать. Красивые беседочки деревянные сделаны. Видимо, вечером все это подсвечивает с такими гирляндами, лампочками. По центру большая надпись, большими буквами «Дивный». И через Енисей большая, высокая, скалистая такая, как гора. В Красноярске мы нашли самых креативных катальщиков на пони. Вот, смотрите, ребята придумали. Крылья, рог спереди, да? Впереди, справа, шейка там. Красиво, кстати, косичка заплетена красиво. Как зовут? Ландыш? Она беленькая, такая, светленькая. Она такая хорошая. Она не кусается? Да, дремит вообще. Вот, на солнышке пригрелась. Да. Да, вот так вот. В Красноярске водятся пегасы, единороги или пегасы. Помесь единорога с пегасом. Они вроде называются аликорды. Вот такие вот чудесные. Антон, представьтесь, а то я периодически вас напоминаю. Проживаю в городе Красноярске, родом я из этого прекраснейшего города Дивногорс, маленький городок на берегу Енисея, рядом с Красноярской ГЭС. Сейчас переехал в большой город, но периодически посещая этот славный маленький городок, который за короткий промежуток времени очень преобразился. Я приглашаю всех сюда, в Дивногорске. Одно из живописнейших мест в окрестностях Красноярска. Здесь есть на что посмотреть, где погулять. Здесь очень добрые люди, которые всегда вам помогут, подскажут, придут вам на помощь, если что-то. Если вам нужна будет экскурсия в Красноярске, по живописным местам обращайтесь. В Дивногорске очень приятная набережная. Енисея с потрясающим видом, очень все обустроено. В плане доступной среды, конечно, есть вопросы, но здорово, что такие объекты делают, значит, скоро будут их делать и доступными. И вообще приятно, что вот в таких местах есть такие зоны променадок для прогулок. Действительно, очень здорово и не хуже, чем в Москве. Красноярская ГЭС, она вторая по величине в мире. Самая большая тоже находится в России. Саяна-Шушенская ГЭС также стоит на Енисеи. А это вот вторая в мире, но тоже впечатляет. Тут, как сказал Антон, есть уникальная технология единственного в мире подъемника корабля. Судоподъемник, то есть подъезжает платформа под корабль, который его цепляет, фиксирует и поднимает его на нужный уровень. Стеклянное внизу, это машинное отделение, где, собственно, располагаются турбины. Вот в этих трубах стекает вода, то есть под собственным весом вода спускается по трубам, раскручивает турбину, тем самым вырабатывается электроэнергия. Ну да, разгоняет турбину и вырабатывается электроэнергия. Сверху в верхнем весе 7 затворов. Это для экстренного сброса воды, либо если водохранилище будет переполнено. Три года назад был такой сброс коловастики, как люди их называют. Это краны, которые передвигаются на рельсах, цепляют затвор, поднимают его, открывают. Соответственно, вода стекает по трамплину для меньшего гидроудара, чтобы не было разрушения. Ниже по течению у нас идет мелкий камень. Ближе к ГЭС у нас идет уже огромнейшие валуны для меньшего... Ну, как волнорезы типа. Да, да, да. Для погашения как раз гидроудара. Да, да. Очень много было деревень, соответственно, очень много кладбищ. Как-то говорили, что потекли кладбища, и они спускались вниз по течению, то есть куча-куча гробов. Перекрытие, затопление, соответственно, размывание грунта. Старожилы, которые работали здесь, которые здесь жили, говорят, зрелище просто ужасающее. Такое демоническое, когда по реке плывет куча гробов. Никто не собирался изгумировать, как говорится, тела, перезахоронять их. Поэтому как-то так. Это конец 50-х, начало 60-х годов. Когда перекрыли, наводили. Когда перекрыли, да. 55-й год, начало строительства газа. В целом, как бы, такое сооружение, которое дало развитие и региону, и возможность зарабатывать на этом, экспортировать электроэнергию в ближайшие регионы. Я думаю, что у вас по-любому куча майдинговых ферм. Да. Потому что у вас дешевая электроэнергия. Самое, что интересно, раньше был он завод низковольтной аппаратуры, автоматы делали и так далее. Но потом его выкупили и сделали парком таким. То есть каждый какой-то цех был взят в аренду и что-то там производили. Да, действительно, когда это стало популярным, там майнингные фермы были просто огромные, просто в размерах в огромнейший цех. То есть там майнили деньги, да, действительно. Да, друзья, правда, сооружение впечатляет. И наши российские гидрологи, инженеры, которые строят ГЭС, самые лучшие в мире. И, как я знаю, на самом деле никто не умеет так строить гидроэлектростанции, как наши инженера. Я тоже учился на горном инженере, нам все это рассказывали. Самые лучшие проекты делали наши ребята. Наши строят ГЭС по всему миру. И в Латинской Америке, и в Африке, и в Америке. В общем, на всех континентах. Длина этой плотины, этой гидроэлектростанции составляет 1070 метров, а высота 125 метров. То есть, действительно, постройка впечатляющая. Строилась она еще в советские годы, когда даже таких навороченных технологий не было. И можно представить, насколько серьезно подходили к вопросу строительства. Какие-то свои наработки придумывали каждому проекту, чтобы реализовать ту или иную задумку. И каждая наша гидроэлектростанция в своем роде уникальна. 6000 мегаватт вырабатывает в час эта гидроэлектростанция. 6000 мегаватт. Это огромное количество. Мне кажется, этого хватает, чтобы обеспечивать весь Красноярск и еще потом экспортировать электроэнергию. А главное, что это очень экологично. Это относится к возобновляемым источникам энергии. То есть, это как ветер, вода, река течет. То есть, если все грамотно делать, то экологии не наносятся вред. И как бы мы можем получать дешевую электроэнергию. Что очень круто и очень важно для развития страны, региона, города. Реально очень круто, когда люди умеют использовать чистую энергию. Мы не любим легкие маршруты. Поэтому мы решили бросить себе вызов в Красноярске, как и полагается. И хотим найти самое живописное место рядом с ГЭСом. Пойдем выше. Впереди как раз подъемник. Впереди подъемник, да. Который перевозят корабли. Когда-то он это делал. Сейчас он пока не работает. Потому что, как говорят, это очень дорого. Но, тем не менее, вот такая уникальная технология здесь реализована. Медведи здесь нормальная тема. А ты встречал медведя сам? Да, да. Плавлялись по мане, приезжали к берегу, чтобы перекусить маленько, размяться. Групп пошел в туалет. И Мишка тоже пошел в туалет. Он же выбежал в кустики. Антон, валим отсюда. Говорю, что случилось? Валим, говорю. Там, короче, медведь пометил. Надо валить. И пришел это свежее все только что. Я такой, блин, валим. Ну и слышим реально. То есть, ну, ветки хрустят. Мы побыстрее от берега. Встреча с медведем. Это, конечно, стрессово. Но не всегда она сулит, что она плохо закончится. Они же плохо видят. У нас, видимо, очень умные медведи. И глаза встают. По-моему, начало двухтысячных. То есть, отсюда медведь пришел в центр города Девногорска. Прям в детский садик. Ничего себе. То есть, он прям конкретно зашел в детский садик. И че? Ну че, стрелять пришлось? Он забрел от того, что, скорее всего, есть нечего было в лесу. Сколько я путешествую по стране, везде заходит тема до медведей. Особенно Сибирь, тайга. Но в Красноярске, судя по рассказам Антона, медведи все-таки боятся. Че-то тут у них медведи такие попробовавшие. Человятинку. Судоподъемник уникальный. Прям по суше перевозят корабли. Давно он это не делал, но вроде как умеет. Водохранилище вон там виднеется. Водохранилище подо льдом. Собственно, вода там накапливается. Слышно гудение. Это, видимо, как раз моторы работают. Такое живописное место открывается на вершине Красноярской ГЭС. Ну, такие прям серьезные мировые объекты. Да, это, конечно, впечатляет. И я еще раз подчеркну, что действительно наша страна удивительная, бескрайняя. Тут есть такие места, которые вы не найдете нигде в мире. Природа потрясающая. Где-то она даже не тронутая человеком. И тут чувствуется такое единение с природой. Правда, здорово. Главное уметь это все сохранять и поддерживать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok